Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Осенью театры города откроют новый сезон. О блестящих премьерах и оглушительных провалах рязанцы смогут узнать в новом проекте «Театральный чемпионат». О нем расскажет его автор Александр Скакун и член жюри Евгений Сапферов. Здравствуйте! Здравствуйте! Александра, расскажите, в чем идея проекта и вообще, как он родился? Ну, идея проекта родилась из потребности, как это часто бывает, из потребности рассказать рязанцам об интересных постановках, которые идут на сцене местных театров. Идея родилась в редакции «Комсомольской правды». Мы решили отойти от стандартных форматов, от таких, как рецензия, репортаж, интервью. И решили провести настоящий театральный чемпионат. И пригласить жюри. Жюри у нас разнородное, такое же разнородное, как и зритель в театре. У нас есть деятели искусств. И к ним в команду мы взяли представители рабочих профессий, грузчики, сантехники, ну и другие люди, которые как бы в театр ходят довольно-таки редко. Спектакли наши члены жюри оценивают от 1 до 10 баллов. И своим мнением они делятся на страницах газеты «Комсомольская правда». Евгений, вы член жюри, правильно? Да. За какое направление вы отвечаете? А вы знаете, я три в одном флаконе. Я работаю на стройке инженером-геодезистом. Потом я, в общем-то, занимаюсь жанром авторской песни. Ну и в джаз играю с музыкантами. И пишу. Что-то у меня, так сказать, литературный опыт есть некий. Ну, поэтому, наверное, вот все как-то так сошлось. Меня Саша нашла. Мы не были знакомы до этого. Она меня по интернету нашла. Просто откуда-то эта тема возникла. Я так давно не был в театре. Меня семья отпустила со одного куда-то, к какой-то незнакомой девушке. Значит, навстречу, да, в театр. Я пришел трезвый, значит, посмотрел театр, спектакль. Тем более, я когда-то жил на театральной площади. Я ходил часто. А потом мы уехали в Канищево. И это для меня был такой свежий глоток чего-то, о чем мы, может быть, поговорим потом. Отлично. Какие критерии есть у членов жюри? Вот на что вы обращаете пристальное внимание? Был каким-то образом так вот. Действительно, мы не договаривались о чем. Мы сидели даже поодаль друг от друга. И было такое ощущение ответственности за то, что... Сопереживание за то, что происходило на сцене. Мы же все-таки живем на этой земле. Это наш театр рязанский. И было несколько, так сказать, волнительно. Чуть-чуть завышали оценки. Там у нас критерии. Какие у нас? Десятибальные, по-моему, системы были? Да, да. Десятибальные. И вот, значит, ну, и как бы... А мы же привыкли к школьным, к пятибалльным. И вот так вот накидываешь 2-3 балла со скидочкой. Ну, в общем, в целом, конечно, отметка-то как бы понятная. Нравится, не нравится. И отмечаешь уже детали. Нравится работа актера вот такого-то. А в целом, когда спектакль смотришь, тут уже, конечно, обобщенное такое мнение. Ну, мы так чуть-чуть в перерыве поговорили. Но каждый остался при своем. Поэтому я помню тот спектакль, вот, «И все, коту масленица». Мне, конечно, понравились два актера. Причем старой школы. Молодежь их жала плохо. Я не знаю, что такое. Просто неубедительно. Ну, как-то, может быть, профессионализма не хватало. А самое главное, не хватало огня, искренности. Вот система Станиславского куда-то вот ушла. Да, вот, я сказал бы, не верю, да, конечно. Это так вот получилось, что, ну, в общем, молодежь, она, ну, как-то вот так вот по-блогерски к этому играла. Вот так вот, ну, так вот, клиповая такой вот. Тут это поиграли, раз, и замерли. Что такое, откуда берутся эти эмоции, где жизнь дальше. Вот. Актеры старой формации такие, в общем, уже там два заслуженных артиста было, да. Вот. Они так прям вот все, они вживались в образ, они весь спектакль с отдачей. Казалось бы, у молодых больше энергии, сил, да. Вот, мне бы хотелось, чтобы вот эта энергия передавалась вот молодым, чтобы это все, эта вот, эта школа, она жила. Потому что мы разговариваем на одном языке, мы говорим об одних и тех же вещах. Есть общие ценности, которые, ну, в общем-то, вот в этих классических, из-за того, у Островского классические какие-то темы, да. Они вот до сих пор живы, а там тема, там, богатые, бедные, любовь, смерть, это все, все это остается. Это все не виртуально, это все реальное. Мы это все проживаем. А театр, он, это квинтэссенция вот этих вот всех чувств, всех переживаний. И когда человек приходит в театр, он ищет то, что его трогает, вот то, что он пережил недавно, или там месяц назад, вот, или год назад, или там та же любовь, или несчастная любовь, вот, особенно много этой темы, вот. Или, опять же, нехватка денег, там, ну, не хватило, да, или там, или, опять же, украл, выпил в тюрьму. То есть, это все вот эти темы, они тоже должны быть очень, вот, сейминутные и в то же время вечные. То есть, они вот, они должны вот падать в душу зрителя, и тогда он говорит, вау, браво. Хотя у нас в Рязани, в общем-то, зритель такой, я не знаю, им пять с плюсом надо поставить. Они все, браво, браво, такие, тетушки сидят в шапках, там, все-таки им все нравится. Вот, ну, вот я не такой, я не толерантный, не люблю это слово. Я немного добавлю, опять же, да, про молодежь, но немножечко в другом ракурсе. Порой в театре, где-нибудь в фойе или в очереди в гардеробе встречаешь молодых людей, и, вот, допустим, молодая пара, да, пришла на спектакль, на премьерный. И молодой человек у девушки спрашивает, ну, как, тебе понравилось? Она говорит, ну, ничего. И в этот момент задумываешься, ну, люди перестали говорить о театре, да, обсуждать каким-то образом. То есть, они сразу говорят или ничего, или понравилось, или не понравилось. Наш проект направлен на то, чтобы люди не забывали обсуждать, да, каким-то образом проводить через себя то, что они увидели, и говорить об этом. Потому что, ну, мы обсуждаем кино, да, мы говорим, там, здесь сыграли плохо, здесь, там, режиссерская задумка ни о чем. Было не страшно, если это фильм ужасов, да, или было не очень трагично, если это какая-то драма, да, там, не очень человек попереживал. А в театре все как-то последнее время сводится к тому, что, ну, мы видим рецензии, да, мы видим какие-то интервью, но мы не видим мнения человека, того человека, который посмотрел это и прочувствовал. Вот для того, чтобы это мнение люди видели, мы этот проект сделали. Отлично. Александра, расскажите, какие театры вы, ну, по сути, сталкиваете между собой? Ведь оценивают, там, театр юного зрителя, и драмтеатр, и театр-переход, но это просто разные весовые категории, скажем так. Конечно, весовые категории разные, тем не менее, театры у нас все рязанские, да, участвуют в нашем проекте. Как вы уже сказали, это театр-переход, театр-нособорный, это театр-драмы, музыкальный театр и театр-кукол. Сейчас члены жюри посмотрели уже семь постановок. Могу сказать, что, несмотря на то, что, ну, может быть, да, нельзя сравнивать театр-драмы и студенческий театр-РГУ-переход, наши члены жюри оценивают и ставят хорошие баллы и тому театру, и другому. Постановки действительно заслуживают внимания. Есть задача разобрать спектакль по косточкам, или это все-таки какое-то более общее мнение? Конечно, у нас есть некоторые члены жюри, которые разбирают прямо-таки, ну, вот, досконально спектакль, находят какие-то вот такие вот ляпы, недочеты, говорят о них, то есть смотрят предельно внимательно. Ну, в основном, конечно же, мы опираемся на то, чтобы сформировать общее впечатление, поэтому мы выставляем общую оценку, ставим такую задачу перед членами жюри. Евгения, расскажите, вот, чем вы для себя руководствуетесь? Что для вас самое главное при просмотре спектакля? Может быть, игра актеров или декорации? Вот, что для вас такой прям хороший тон, может быть? Ну, в общем-то, я думаю, что даже такой вот интересный момент, как Станиславский, да, в свое время я так читал, вот, я вспомню о том, что, я, говорит, могу одной деталью разрушить любую картину даже самых замечательных, самых заслуженных и самых талантливейших актеров. Выступает там, значит, на сцене Качалов, там, известные имена, там, начало века, 20-го века, вот, там, еще кто-то, все любимцы публики, они там играют со всей душой, вот. Вот, и в это время Станиславский из-за портьера, там, из-за штор высовывает ногу, значит, и начинает шевелить ногой, да, и он разрушает всю картину, всей постановки, все, все смотрят на эту ногу. Или же, допустим, если вдруг неожиданно выйдет какая-нибудь кошка на сцену, все, все внимание выйдет на эту кошку, а не на игру актеров. То есть, бывают такие детали, жизнь, прежде всего. Вот, жизнь, если это жизнь на сцене, то это правда. Если это игра в правду, то она, вот, как бы, какой бы талантливый ты ни был, Качалов, или Миронов, или, там, Табаков, все равно, или Абдулов, то все равно все внимание будет этой кошки, а не этой пятки, вот, а не игре актера. То есть, тут должно быть настолько все искренне. И если это все, вот, актер отреагирует и превратит это все в общее, да, то есть, это меняется. Театр чем интересен, что нет абсолютно одинаковых. Кино, вот, его смотришь, оно постоянно одинаковое, да, то есть, все, на пленке оно остается, пока ее не испортил какой-нибудь несчастный случай. А тут, получается, театр, вот, сегодня мы посмотрели эту постановку, это одна постановка, а завтра это другая, это живые люди. Вот, мне хотелось бы, чтобы, я это ценю, чтобы это была жизнь. Александра, расскажите, только ли члены жюри делятся своим мнением? Есть ли возможность у обычного человека тоже проголосовать за понравившийся спектакль? Конечно, у нас народный проект. После того, как на сайте мы публикуем мнение наших членов жюри, да, непосредственно посмотревших какую-то премьеру, мы оставляем возможность прокомментировать каждому, кто читает сайт «Комсомольской правды». Вот, мы получаем интересные очень такие замечания о постановках, и, конечно же, зрители также выставляют свои баллы, которые мы будем учитывать при подведении итогов. Итоги мы будем подводить в декабре, когда посмотрим все премьеры 2017 года. И сейчас уже по итогам первого полугодия на сайте kp.ru стартовало голосование за лучший спектакль года. Постепенно, по мере выхода премьер, оно будет добавляться новыми спектаклями. И там также все желающие могут поставить свои от 1 до 10 баллов и оценить тем самым постановку. Учитывать будем мнение и членов жюри, и обычных граждан, посмотревших спектакли. Какие ожидания от нового театрального сезона? Из ближайших премьер мы с членами жюри театрального чемпионата планируем посетить «Грозу» в театре на Соборной. Вот 15-го числа открывается театральный сезон. И музыкальный театр поставил «Бабий Бунт». Говорят, что очень интересно. Конечно же, позовем кого-нибудь из представителей музыкальной культуры Рязани оценить все-таки театр музыкальный. Можно меня? Кстати, с театром «Переход» у нас была очень интересная история. Мы пришли с членами жюри смотреть премьеру «Утиная охота» спектакль. И когда постановка завершилась, прозвучали аплодисменты, мы подошли сказать режиссеру Геннадию Дмитриевичу Кириллову спасибо. Он не растерялся и сказал, ну зачем же вы будете в коридоре оценивать? Заходите в зал, поставил перед нами актеров, и члены жюри говорили о постановке и режиссеру, и актерам. Это действительно был очень такой необычный опыт, очень интересный формат. И как мы аплодировали актерам после премьеры, так и они аплодировали нашим членам жюри, которые высказали свое мнение. Я думаю, что им это было очень интересно, и, конечно же, это было очень приятно и интересно нам. То есть люди не знают, когда вы приходите к ним на спектакль? Это неожиданность? Да, у нас абсолютно независимый проект. Мы не предупреждаем, когда именно мы придем. То есть премьера может выйти в первый день, например, в самый первый показ. Мы можем прийти через месяц после того, как был первый показ. Спасибо вам большое, что нашли время посетить нашу студию. Удачи вам в развитии проекта, ярких, интересных спектаклей не только вам, но и жителям нашего города. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас были авторы театрального чемпионата. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова